Добрый день! Тренчи, летние тренчи, Канада. Небольшой лот, комфортная цена. Итак, 12 размер, такой, знаете, хлопковый, винтажный, у него укороченные рукава, и такой, знаете, стиль, наверное, 70-х, да, такой интересный, 12 размер. Вот это вот ТСМ, 42 размер. Здесь черный плащ, плотная ткань, есть подклад, размер тоже немаленький, предполагаю, что 40-й, наверное, европейский. Здесь просто джинсовая куртка, удлиненная, размер С, размер М, не промокайка, на пуговицах есть подклад. Так, пояс, размер М. Классное платье, наки, ой, вернее, размер С, это такой плащ, у него есть пояс, то есть то ли плащ, то ли платье, то ли пыльник, то ли отдельная деталь, ну, в общем, красота. У него еще два разреза по бокам, размер С. Здесь такое флисовое пальтишко, знаете, мне кажется, оно больше для образа, чем эта вещь. Потом такая оверсайз, XL, куртка, как брезентуха, как брезентовая. У нее еще такие надписи. Ну, в общем, тема строят рядовская. Она, ну, пускай не тренд, но все-таки еще любимая и носима. Луиза Чирана, С, шерсть, кашмир. А здесь вот точно так же М. Это джинсовая ткань, которая, вот смотрите, у нее есть две завязки. Это, ну, как вам сказать, очень длинный плащ, у него нет подклада. Это тоже запросто может быть и платье. Размер М. А вот такую штучку в магазинах практически не купишь, только если под заказ сошьешь. А тем не менее, здесь вот стоит печать Волмарк. Это шерсть высокого качества. И она такая, ну, ну, клевая. Ну, клевая. Просто плащик. Так, размер 36. У него нету абсолютно подклада. А нет, есть небольшой подклад. Непромокаемая ткань. И, в общем-то, все. H&M Тренч, 36 размер. Жакет XL. Как ветровка. Вот тоже, смотрите, классный. 13-14, что, не знаю. Но это такой винтажный стиль. Причем, ну, знаете что? Я подозреваю, что это винтаж и есть. Собственно говоря, сейчас такие модели остро в моде. И у них плечики такие, знаете. И вот это вот все дело такое объемное. Но знаете, почему я понимаю, что это винтаж? По пуговицам. Ну, то есть, не делают сейчас на таких плащах такие дорогие пуговицы. А именно акцент был на детали. Именно в 90-х, когда пуговицам уделяли особое внимание. Они там были произведением искусства. И смотрите, у него есть шерстяной подкладик тонкий, который снимается, отстегивается. В общем, я считаю, что это винтажная штука, которая очень актуальна в данный момент. Ну, и ткань сама по себе качеством оттуда. Не как сейчас. Так, это М. Просто спортивная кутка. Спортивный плащ с подкладом. Спорт. С-прит. Размер М. Тоже тренч. Просто с подкладом. Пояс присутствует. Куртка. Размер С. Пояс есть. Новый. Размер М. Это джинсовая ткань цвета хаки. Размер С. Двубортный. 38. Мохито. Цвет прикольный. Я думаю, что это детский плащ. Да, 160. Интересный. Кстати, воротничок-то даже не снимается. И у него, посмотрите, внизу на подкладе рюши. То есть девочка становится такой принцессой. Вайкики. Размер М. Просто пыльник. Вот хлопковая ткань, небольшой подклад. Размер М. Х-Н-Д. Не вижу размера. Но похоже, что С. Как джинс. Какой-то плащ. Похоже, что он натуральная кожа. Да, это натуральная кожа. Такого змеиного принта. Размер С. XL. Хлопок. Хлопок. С подкладом внутри. Х-Н-Д. 44 размер. Тоже ткань такая. Уже как немножко с пропиткой. И один подклад. Но зато цвет. Цвет актуальный. Цвет актуальный. Спорт. Спортивный плащ. У него куда-то собачка. Она с двух сторон. Здесь есть небольшая проблема с замком. Да, проблема с замком есть. Размер М. Размер М. Но зато это спорт. Просто двубордный плащ. Просто двубордный плащ, не промокайка. Очень легкий. Двенадцатый размер. Двенадцатый размер. Тоже один подклад. Капюшон отстегивается. Сорок два. Дождевик. Размер L. Да. Похоже, что тоже винтаж. Размер L. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.